Это встреча в литературно-музыкальной гостиной детской школы искусств особенная. Сегодня педагоги и ученики говорят не о творчестве, не об искусстве и красоте. Дети и взрослые вспоминают тех, кто в наше мирное время погиб от рук террористов и кто отдал жизнь, спасая заложников. С ребятами, наверное, необходимо говорить о таком явлении, как терроризм, потому что, к сожалению, это явление еще присутствует и оно затрагивает судьбы многих миллионов людей во всем мире для того, чтобы не быть равнодушными, для того, чтобы не повторилось это никогда и нигде, для того, чтобы люди помнили и знали то, что происходило и не допускали этого в будущем. 15 лет назад в маленьком осетинском городе Беслане праздник начала учебного года обернулся ужасом. Собравшихся на торжественную линейку учителей, детей и их родителей захватила группа вооруженных бандитов и три дня держала в спортзале школы. 334 человека остались там навсегда. Теперь, 3 сентября, день скорби по жертвам бесланской трагедии и всех террористических актов, произошедших на территории России. О многих из них зареченские школьники слышали впервые. 23 октября 2002 года началась драма с захватом чеченскими боевиками зрителей и актеров популярного музыка «Норд-Пост», известная также как теракт на Добровке. О звериной сущности терроризма с юными зареченцами 3 сентября говорили и в школах, и в учреждениях культуры. С начала 90-х годов в России было совершено более 100 террористических актов, в которых тысячи людей погибли, были ранены, остались инвалидами и получили психологические травмы на всю жизнь. Сотни сотрудников правоохранительных органов и вооруженных сил не вернулись с очередного задания домой. Беслан, Буденовск, Кизляр, Волгодонск. Ребята узнали шокирующие подробности террористических актов, произошедших в этих и других российских городах. Они пришли с красивыми букетами. Вот дети, букеты им очень пригодились. На второй день после захвата заложников дети перестанут давать воду и пищу, и они начнут жевать бутоны, принесенные с собой цветов. В завершении встречи ребятам рассказали о том, как поступать в критической ситуации. Такие беседы – часть большой, общей работы всех городских ведомств по противодействию идеологии терроризма. Александр Абаимов, Вячеслав Юртаев, телерадио «Компания Заречный».